Педали крутим, команды мутим, время расчехлить наши клюшки и мячи Педали крутим, команды мутим, время расчехлить наши клюшки и мячи Байкбола, 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 байкбола Это сейкбе байкбола, движ, почему тебя не вижу? Это сейкбе байкбола, движ Приезжай скорее слышишь, это сейкбе байкбола, движ, почему тебя не вижу? Это сейкбе байкбола, движ Это сейнтбайк become a lau vision Почему тебя не вижу? Это сейнтбай become a lau vision Скорее слышишь это сейнтбайк become a lau vision Почему тебя не вижу? байк пола это спорт для разорившихся аристократ ребят как сами все намутили организовали кто-то там нарисовала фишку кто-то спонсоров нашел кто-то еще что поделал ненавязчиво легко и приятно как пола играть в одной статейке мы писали о том что байк пола азартная дворовая игра и как мне кажется она некоторым вроде наследует традиции всякого дворового футбола в который мы все играли еще мальчишками только него уже играем здоровенными усатыми бородатыми дядьками все так же весело задорно обычная уличная игра берет истоки из галантного такого красивого вида спорта как конное поло только таком бомжатском исполнении на велосипедах с клюшкой грубая очень больная очень очень эмоциональная досушену самый главный элемент в пола это не вот эту клюшечкой там по мячу воротики три на три это главное люди вот люди здесь очень приятные мы поддерживаем здоровый образ жизни со не пьем алкоголь только 0 очки потому что витаминки c и так далее б группу но у каждого секс конечно же пол это очень интересная игра для того чтобы пообщаться с людьми какими-то неформальными возможные формальными катаемся на спидах кайфуем общаемся с людьми это главное меня позвали ребята поехать в каир в египет на международный турнир по байк пола я вообще когда первый раз узнал что ребят катается подумал что со мной глупые спорта всех тем более если вы знакомы с велокультурой я лично вообще к велокультуре никак не отношусь для меня это все вот такое вот сторонние на вы но тем не менее я играю не интересно мне нравятся все ребята классные я очень рад что меня снимают что я рассказываю что все рассказывают я думаю большие молодцы и мы всем сердцем за движение байк пола надо приезжать нам на игры и все сразу будет потому что мы научим покажем все дадим и непосредственно улыбнемся когда будет 1 , со временем хочется прийти на такой уровень что у нас каждом районе есть какая-то одна команда которая сыграна который уже выступает очень-очень на хорошем уровне и идут турниры внутри москвы по всей россии потому что сейчас мы приехали в гости в санкт-петербург до этого мы в сезоне собирались мы приезжали великий новгород тоже где мы собирались с ребятами из санкт-петербурга вместе поиграть на нейтральной земле уже вот этот вот есть мотив который мы с каждым сезоном мы хотим повторять и вводить в традицию непосредственно то есть уже сезон определены как минимум уже три игры великом новгороде санкт-петербурге и в москве чтобы провести сезон можно сделать турнирную таблицу с рейтингом команд и соответственно выходить все больше и больше от большего объема игроков проводить внутригородские мероприятия состязания и выходить уже от на уровень по системе может быть напоминать то же самое хоккей вот команды начинают образовываться еще в других городах на юге сочи вообще идеальные есть соответственно параметры для того чтобы играть в пол и чуть ли не круглый год потому что москве мы страдаем от того то что мы можем пола по факту на улице поиграть под небом с апреля если повезет потом какой-нибудь октябрь начинается сезон снега сезона льда и уже на на улице не поиграть а коробки с крышей с освещением ну просто нет ну что мы рады приветствовать всех кто смотрит пришел поучаствовать и пришел посмотреть видимо что-то забили наш турнир по байк пола это уже второй турнир в этом году который у нас получилось организовать а это первый на которой мы подтянули количество спонсоров по нашему мнению уже внушительное и так играть намного приятнее я вам скажу и так нам помог вела босс организовать этот турнир нам помог вела протечь это смазки масла нам помогли ребята из 1967 studio еду к деду помог нам своими моднейшими сумками и компания hofner это пивоварня и бар также пошли нам навстречу предоставили своего пива безалкогольного и потом ждут нас в баре на награждение и автопати ждем там и вас